Привет, на времяпрепровождении. С вами Козел Альпийский. И это продолжение ролика «Едят ли, есть ли мелкий скот борщевик?» Вторая часть. Сейчас где-то, может быть, 10 августа, может быть, чуть пораньше, может быть, чуть попозже. Дело идет к осени, и вот я снимаю вторую часть ролика. Вот звери едят борщевик. Здесь такая небольшая плантация борщевика. Он у нас здесь такой неразросшийся. Вот там другие звери. Едят простую траву. А вот эти звери, они едят борщевик. Видите, вот они едят. Маленькие, среднего возраста, крупные животные. Едят они борщевик, стоят на задние лапы. И кто, кому роста хватает, те едят. Ну, просто стоят и едят. Обещал я. Первая часть снята была, ну, где-то, может, июня 10-го. А сейчас, ну, спустя два месяца сейчас, как я уже говорил, 10 августа. Может быть, чуточку попозже. Может быть, чуточку пораньше. Не слежу я. Очень-очень много работы. Очень много работы. Поэтому сниму все-таки ролик, что же это за работа, когда она будет закончена. Пока я не люблю о незавершенных вещах говорить. Да, не люблю сослагательного наклонения. Если бы она была бы сделана, я бы ее бы снял. Не буду об этом о чем говорить. В общем, наглядное подтверждение того, что мелкий скот ест борщевик. Еще раз я прибавлю эту картинку. Вот видно, как они едят. Близко я не подхожу, чтобы они там не затоптали, не шуганулись. У меня звери на выпасе приучены быть каждый сам за себя. Потому что вот лес. Ах, да, я снимаю около леса. Вот мой лесок. В прошлом видео я снимал. Я вон там, вот ворота. Вот там снимал. И там почти не осталось. Пара листиков. Этот раз, наконец-то, я дошел до своего леса. Вот это вот все лес, где они пасутся за ними. Вот ограда, если видно. И видно ее, нет. Должна она там на заднем плане. Вон за зверьми. Там чуть-чуть дальше. Это граница моего выпаса. И вот этот вот лес, вот отсюда вот. Вот где там белое животное с белой спиной стоит. Вот до березы. Вот это все вот такой большой лес. Как-нибудь я сниму прямо про него ролик. Ближе к осени уже. Или может быть осенью, когда здесь можно будет ходить. Вот сейчас они начинают плохо себя вести. Начинают хватать зубами яблоки. Яблоки. Сейчас мы все-таки близко подойдем к ней. Прям совсем близко. И запретим козлу яблоки есть. А ну не ешь яблоки. Яблоки мои. Ну-ка иди давай отсюда. В общем, вот этот борщевик, который они ели. Здесь достаточно большие заросли. Как видите, я сам с голыми ногами. Сейчас где они? Вот. Я не боюсь здесь ходить. Потому что я знаю, что если правильно ходить по борщевику, он не опасен. Вот яблони. Яблоки даже на ней какие-то есть. Эта яблони такая, ну не сказать, что дикая, но я ее не сажал. Эта яблони, не знаю, лет 20, наверное. Она просто лесная. Выросла она здесь очень давно. И закутана она по многим причинам. Не только от моих собственных животных, еще от лосей. Лоси очень по-скотски поступают. Они объедают кору. Вот, например, вот здесь вот лось объел кору в прошлом году или когда-то еще вот тут. Высоко достаточно копытным моим мелкому скоту так не сделать. В общем, вот они едят борщевик. Видно, вот молодой козел и самка. Мне приближено, что ли? О, вот так вот. Вон они едят. Вот как раз мы здесь в тени постоим, посмотрим, как они это делают. Да, надо приучать. Повторю, что во второй. В первой части я сказал, скажу и во второй. Надо приучать есть борщевик животных. Потом подробно расскажу уже, когда будет осень, скорее всего, как это надо делать, как их приучать к этому поеданию борщевика, как вырабатывать у них рефлекс, чтобы они его видели и ели, потому что изначально у него их нет. Я напомню, что борщевик сосновского – это растение с Северной Америки. Мы находимся в Евразии, да, с вами, да, Ленинградская область, здесь борщевик – это не эндемик, это инвазивный вид растения, собственно, как и мелкий скот. Изначально мелкий скот – это два ареала, это безааровый козел – это Кавказ, и, значит, винтороги, козлы – это Африка. Африка вроде как, если я не ошибаюсь. То есть, как бы, оба эти вида, даже оба эти вида, они чужеродны для Евразии, но, тем не менее, если человек приложит усилия, как видите, один вид может потреблять другой, да, один вид выступает в качестве консумента, от слова «консум», да, «потреблять», а второй вид представляет собой «продуцент», от слова «продюс», «производить». Если я не ошибаюсь, по крайней мере, когда я занимался этим вопросом, в биологии эти термины означали, как бы, ну, скажем так, потребителя, да, ну, тоже, как и переводится, потребители и производители. То есть, вот, например, травоядные – это консументы, а растения – это продуценты. В то же время, как, например, хищники, если будут консументы, то травоядные и прочие животные, они будут продуцентами. Ну, это, значит, я углубился в биологию, и то не уверен, что правильно, да. Продолжаем мы смотреть, как едят они борщевик. Здесь особый другой, видите, борщевик. У него нету семян, да. Это какой-то, видимо, вот, видите, старая только одна с прошлого года осталась. Здесь их всего, вот, и в этом году одна всего. Здесь обычно я стебли у борщевика срубаю. У этого борщевика стебли мы не срубаем, их нет просто. Такая вот полянка, она остается, как правило, на осень, но в этом году они пришли сюда чуть-чуть пораньше. Пришли они сюда вот в середине августа, где-то так, начали уже есть, и когда я буду снимать третью часть этого ролика, надо сказать, что первую часть смотрит очень хорошо, там 400 просмотров, и каждый день, вот, в течение вот месяца уже просмотры прибавляются, и вижу я, что этот ролик смотрит прям, ух, как смотрит, нравится мне это, и поэтому я снимаю вторую часть, чтобы... Ну, я и в прошлом ролике обещал, что будет несколько частей. В общем, я снимаю, вот, непосредственно животное, ест оно лист. Нравится тебе? Вот, как видите, животное разных возрастов, вот, молодое животное ест, вот, старое животное нагибает, молодое ест. Он подходит, доминантное животное, вот, серое большое животное, доминантное, одно из главных стадий, видите, оно рядом с ним подходит, тоже того же возраста животное, как бы это альфа самки, может быть бы это самки, не знаю. Вот наше самое крупное животное в хозяйстве, он с такими большими рогами, оно тоже достаточно возрастное, больше 10 лет ему, оно тоже ест, под ним, вот, видите, маленькое, это годовалое животное, ровно год, можно сказать, совсем недавно исполнился, и вот этому тоже, и они тоже едят, он там совсем маленький ягненочек стоит, ест, это вот ребенок той самки, которая бросалась, перестала она бросаться, да, сниму я тоже про нее ролик, у меня человек, к сожалению, не помню, как его звать, совсем недавно я сообщение от него получил, что не надо ни во что превращать это животное, такое часто бывает, когда ягнята, но я ему ответил, что у меня такое первый раз за 12 лет, это действительно так, но тем не менее он оказался прав, он мне сказал это потом пройдет, и действительно, спустя неделю, может быть, две недели это прошло, и животное, ну, перестало бросаться, ну, по крайней мере, перестало бросаться на людей, как уж они там между собой взаимодействуют, я в это не лезу, иногда они бодаются до крови, на лбу, да, ну, травмы они серьезных не наносят, у меня пару раз всего было в хозяйстве, что наносили они травмы серьезные, но тем не менее, ладно, тема-то борщевик, в общем, едят они сейчас листья, как и в первой части, едят листья, видите, скусывают края, объедают листья, оставляют вот такие вот, сейчас я сниму, вот видите, вот такие стебельки оставляют голенькие, эти стебельки потом отрастают, к сентябрю здесь опять будут листики у этого борщевика, он станет такой опять зелененький, когда обычная трава уже будет серая, ее уже, ну, никто просто так есть не будет, борщевик будет снова зелененький, поэтому я говорю, что борщевик – это хорошая кормовая культура, Повторю же, опять же, то, что я говорил в первой части, да, ни на молоко, ни тем более на мясо, да, если вот убрать животное на мясо, превратить его в продукцию, скажем так, да, в мясную, борщевик не влияет, мясо вкусное, молоко сладкое, ну, в частности, потому что правильное кормление, не борщевиком единым, вот одно из самых важных животных, кстати, ест, видите, с каким аппетитом ест борщевик. Я смотрел в интернете, никто почему-то не снимает, что едят борщевик, может быть, просто никто не практикует, никому не надо, я вот практикую. Видите, вон, раз большой лист ест, прям большой лист. Снимаю я на селфи-палку, пользуюсь селфи-палкой, поэтому, надеюсь, у меня не дрожит, как в прошлом ролике. Вот непосредственно крупным планом, никаких человеческих рук нет, никто их не заставляет есть, в рот не сует, звери сытые, вот видно по животному, нет у нее. Сейчас я сниму, ни в палых боков, ничего, вот оно такое животное, сытое достаточно животное, то есть они уже ели сегодня сухой корм, достаточно хорошего качества, то есть не голодные, они едят это в свое удовольствие, у них вот есть тут и ветки, и трава еще достаточно зеленая, все-таки еще не сентябрь, но, тем не менее, вот их выбор падает на борщевик, едят они его с большим удовольствием. Специально пол-табуна сюда приходят, в один день одна часть животных, в другой день своя, другая, у них свои какие-то схемы, когда кто что ест, я тоже в это не лезу, видите, вот лист борщевика прямо ест, это не монтаж, ничего, прямая съемка такая, без клеек, ничего, потому что животные приучены, а и надо сказать, что борщевик, он считается бичом, бичом полей, бичом сельского хозяйства, на самом деле борщевик, он максимум бич, это бич маленьких детей и горожан, которые никогда за городом не были, поэтому они не знают, что это такое, я сам был в этой ситуации много-много лет назад, когда мне было лет, не знаю, 7, и я был в детском лагере, поехал туда и в первый же день, значит, увидел борщевик, гигантское это растение, дудка, это я, естественно, взял его в руки, чуть ли не облизал, вроде даже облизал, там сок был у него такой, я уж сейчас не помню, по-моему, был какой-то такой вкусный сок, естественно, у меня на следующий же день полезли прыщи, и я в экстрем порядке был увезен домой, то есть я 3 часа ехал в этот детский лагерь, там напоролся на этот борщевик, схватил дозу, не знаю, бегемотию, наверное, дозу сока этого борщевика, был весь в прыщах, наверное, месяц, ну, на следующий день они выскочили, и на следующий день опять 3 часа меня везли назад, вез меня отец экстренно, да, думали, что хрен знает, что там со мной, оказалось, это все борщевик, врачи там сразу успокоили, в общем, вот для таких, да, для таких, как я в прошлом, и для людей, которые, а я не был горожанином, я с детства езжу за город, просто борщевик тогда не был так распространен, как сейчас, сейчас мы где-то в 80, может быть, километрах от Петербурга находимся, где-то так, вот ест животное борщевик, доминантное животное, вот другие, вот маленькое животное ест, так вот, а сейчас борщевик очень распространен, я знаю, что и в черте Станкт-Петербурга есть борщевик, уже произрастает, достаточно выехать за границу города, и борщевик начинает встречаться, то есть, и поэтому нужно, прежде всего, людям стараться не попадаться, ну, это так же, как крапива, например, о том, что крапива жжется, все знают, да, и что не надо, там, не знаю, в шортах прыгать в крапиву, хотя находятся такие индивидуумы, которые делают это на спорт, и в борщевик тоже на спорт забегают, но борщевик у него более сложная схема, его сок, он входит в реакцию с солнечным светом, и под действием этого он выступает в качестве катализатора для ожогов, то есть, сам по себе борщевик без солнца, он безопасен, и если борщевик, например, рубить вы хотите, это надо делать или днем в пасмурную, погоду, или ночью, когда нет солнечного света, и если борщевик тогда прям, я, конечно, не рекомендую это делать, но можно его голыми руками рубить, да, и потом обязательно нужно помыться, лучше, конечно, горячей водой, это баня, еще лучше, как-нибудь финская баня или турецкая баня, не очень горячая, да, чтобы из-за тепла тоже не пошла никакая реакция, то есть, если это хорошо смыть и помыться, то ничего этого не будет, но я предостерегаю, не делайте все же так, это экстренные меры, да, если никак, и то, я знаю, что есть специальные дендрологи, команды, которые выезжают, зачищают землю от борщевика, да, это дорого, но это профессионалы, я всегда говорю, лучше обратиться к профессионалам, да, чем делать самому, и в частности, вот мои животные, они профессионалы в уничтожении борщевика, им сок безвреден совершенно, у них совершенно другое строение, другое строение крови, кожи, мяса всего, и поэтому борщевик им безвреден, вот уже сейчас налетают насекомые, очень много насекомых, сейчас уже где-то, ну, может быть, часа три, пора заканчивать, в общем, я медленно выдвигаюсь к дому, животные потом подойдут, я не загоняю их специально никогда, в общем, вот, как видите, они обычную траву едят, сейчас я развернусь, сниму общий панорамму, вон козлы едят, вон большой козел наш ест, вот рогатый козел ест тоже, то есть вот так едят борщевик, и вне зависимости от времени года, едят его и весной, и летом, ну, и осенью, можно так сказать, потом, наверное, где-то в сентябре следующий будет ролик на эту тему, третья часть, и в октябре, наверное, будет заключительное, когда они палки доедят, а пока, с вами был козел Альпийский, до новых встреч, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, я все это делаю, очень люблю, я на все комментарии читаю, на все комментарии отвечаю, все комментарии лайкаю, конечно же, по возможности, а пока, с вами был козел Альпийский, до новых встреч, всем пока! Вот так вот.